Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях политолог, директор Института Кавказа Александр Максович Искандарян. Добрый день, Александр Максович! Спасибо, что приняли наше приглашение. Александр Максович, в связи с предстоящими выборами, что в первую очередь тем самым пытаются решить власти? Может ли создаться ситуация, что в поствыборный период еще больше углубится политический кризис? Власти пытаются решить проблему легитимности. Задумка в том, чтобы, так сказать, рестартнуть легитимность. Понятно, что выборы проходили до войны, и была совершенно другая ситуация. Более того, они проводились в момент постреволюционной эйфории такой. И ситуация изменилась серьезным образом. И та легитимность тут уже не работает. После проигранной войны довольно много людей, структур, представителей элит, политических, неполитических, как их угодно, говорят о том, что в этой новой ситуации легитимности у власти уже нет. Поэтому они пошли на попытку рестарта, подтверждения легитимности или получения нового вида легитимности. И с достаточно большой вероятностью это может им удастся. Потому что, судя по социологическим вопросам, да и не только индикаторов довольно много, это самая большая поддержка в разных вариациях у моего шага, у партии власти. Самая большая не в абсолютном, а в относительном отношении. То есть я не думаю, что больше половины, но больше, чем у них, поддержки ни у кого нет. Они пытаются воспользоваться моментами, поэтому сделать это быстро, потому что очередные выборы были бы через три года, а что будет через три года с общественной поддержкой, это сложный вопрос. А будет ли продолжаться кризис? Будет, конечно. Потому что при помощи такого рода политической технологии, досрочных выборов и опору на те виды поддержки, которые есть, можно подтвердить бюрократическую легитимность. И потом ее размахивать и для внешнего мира, ну и для внутреннего, для внутриармянского, говоря, что ну вот у нас есть мандат, мы его получили, и получили уже после войны, и нас поддерживают, даже несмотря на поражение в войне. Но это, повторюсь, бюрократическая легитимность. А легитимность социальную таким образом подтвердить невозможно. И те протесты, то отторжение, то поляризацию в обществе, которая есть, ее ликвидировать путем проведения выборов нельзя. Яркий пример тому выборы 1917 года. В 1917 году были проведены выборы. Против этих выборов никто, в общем, по-серьезному не протестовал, включая оппозиционеров и самого господина Пашиняда и группы ЕЛК, тогда это называлось выход, группа партии, блок партии. Они работали в парламенте после тех выборов. И спустя примерно полгода те же самые люди, судя по цифрам, в том числе и те же самые люди, вышли на революцию и свергли тот режим, который существовал. То есть в социальном смысле выборами 1917 года подтвердить легитимность республиканской партии не удалось, а бюрократическую удалось, а социальную не удалось. Вот очень похоже, мы вообще сейчас вернулись в период поздних республиканцев, ситуация очень похожа на ту, и политический кризис останется. Будет оппозиция в обществе, будет оппозиция в элитах, будет оппозиция в парламенте, явным образом будет в дискурсах, в прессе и так далее. То есть вот политические формы противостояния, они сохранятся после выборов в любом варианте. Я не говорю, что это будет только если власти осуществляют свой план, если у них не получится, опять же, все равно кризис останется. А на ваш взгляд, между какими силами развернется предвыборная борьба основная? Будет дробная будет оппозиция, и дробный будет парламент. Будет довольно много партий. Компания будет сложная по составу, много составная. Будет много политических партий участвовать в этих выборах. Даже те, про которые я, например, думаю, что у них нет никаких шансов на выигрыш. Ну, конечно, будет мой шаг, и мой шаг будет, собственно, уже начал. На самом деле, компания уже идет, она уже происходит. Довольно бы долго тому индикаторов, да, это видно. Со стороны власти, и уже начинают выстраиваться оппозиционные силы. Еще не объявили некоторые, а некоторые действительно решают для себя, насколько им реалистично входить в эту воду, то есть вот в предвыборную реку. Но, очевидно, компания будет довольно острая, дискурсы будут довольно-таки радикальными. Общество поляризовано, потому что ждать какого-нибудь конструктива не очень приходится. Почти все дискурсы, они негативного свойства. Негативного не означает плохого, негативного означает против, а не за. Да, то есть вот не позитивная программа, мы приходим для того, чтобы сделать то-то, то-то и то-то. А негативное мы приходим для того, чтобы устранить Пашиняна. Это опять калька с того, что происходило в революцию после нее, как помнят, ну, как минимум армянские зрители, люди, которые смотрят. Сейчас тогда был лозунг «Мержи Сержин» по-армянски «отвергни Сержа». То есть проблемой представлялось наличие какого-то человека или людей в власти. Это, ну, вот знаменитая формула поменять плохих ребят на хороших, и все будет прекрасно. Сейчас то же самое «Мержи Николы» на «отвергни Никола» фактически. То есть вот есть препятствие, его надо устранить. Это основной тезис будет практически всех избирательных компаний. То есть вот «отвергни то», «отвергни это». Да, а у партии власти избирательных компаний уже это видно, она строится. Это было вот видно на только что прошедшей парламентской сессии, где довольно долго выступал господин Пашинян. Она на, опять-таки, позитивной эту программу назвать трудно, она построена на том, что «а мы лучше, чем те, кто были до нас». Вот они хуже, чем мы, соответственно, поэтому надо выбирать нас. Это вот компании против, а не компании за. И она будет примерно такой, я думаю, избирательная компания. А значит будет радикальный, значит будет довольно острый несогласие, значит будет углубляться поляризация. Она будет довольно турбулентной, потому что, когда все компании строятся на полном отрицании друг друга, то есть разговоры о том, что мы придем в парламент и будем сотрудничать там все вместе, чтобы вытаскивать страну из тех проблем, которые существуют, вот это вряд ли. А это будет прибавлять некоторый такой турбулентности. Ну, для моих коллег, она интересна будет, эта компания, то есть за ней будет интересно наблюдать. Вот почему вот эта калька отрицания властей не сработала в поствоенный период, несмотря на то, что несколько раз ситуация доходила до критической и ждали уже чуть ли не военного переворота, но так и не смогли добиться отставки правительства? То есть, видит бог, я в этом не виноват, никакого военного переворота я не ждал, а те, кто ждали, по-моему, либо были люди очень далекие от темы, либо не очень четко понимают, что такое военный переворот. Военный переворот так не выглядит. Во время военного переворота, для того, чтобы окружить здание, в котором заседают определенные люди, там члены правительства, элиты государства, нужно 100 человек. Вот окружается это здание, после этого делается заявление, через 15 минут на улицу выходят танки. Вот что такое военный переворот. А заявление генералитета высшего по поводу того, что они призывают кого-то сделать что-то, это не военный переворот. И тем не менее, почему не удалось? Потому что, я бы сказал так, конструкция сейчас социологическая, она примерно такая. Есть какое-то количество людей, которые поддерживают Пашиняна. Не очень большое. Трудно очень говорить по процентам, потому что меня довольно плохо удовлетворяет та социология, которую делается. Ради бога, не надо понимать, что, как обычно, на скамеечках сидящие люди и в телевизоре люди, называющие себя моими коллегами, когда говорят, что социологи все врут. Это не очень большая проблема. Когда социологи врут, по таблицам, по методологии, по деталям, если у тебя в руках все исследования, видно, где врут и где какие дырки в цифрах. Дело не врут. Дело в том, что делают исследования телефонные, почти все Ереванское. Ереван сильно отличается от провинции. Много Ереванского. Очень многие люди отказываются отвечать на вопросы. Довольно много людей не определились. Люди, отвечая по телефону, они понимают, что тот, кто звонит, знает, с кем он разговаривает. А это совсем другой тип ответа у людей. И так далее. То есть там есть проблемы. Но есть какое-то количество людей, которые поддерживают Пашеляну. Оно уменьшалось. Это количество сразу после войны, оно уменьшалось примерно на полпроцента в день. Но, видимо, оно приблизилось к ядру. То есть те люди, которые готовы поддерживать Пашеляна при любых обстоятельствах, несмотря даже на войну и на все, что произошло, то эти люди будут его поддерживать. Это ядро. И будут они его поддерживать. Какой еще форс-мажор должен произойти, чтобы эти люди после войны, после убитых людей, после потери земель Арцахом и так далее. Ну, понятно. Но их очень сравнительно немного. На другом флаге есть люди, которые не любят Пашеляна и его правительство, скажем так, вежливо. И его отторгают, опять же, при любом варианте. Довольно радикальное отторжение существует. Этих людей тоже не очень много. Ну, митинги это показывают. Я, ну, по профессиональной предотвращенности, я хожу на все митинги. Когда бываю в городе, хожу сам, когда нет нам, мои сотрудники ходят. Смотрим за этим делом. Вот я вижу, что митинги оппозиционные. Это митинги, во-первых, гендерные интересы, они скорее мужские, чем женские. Там мало женщин. Во-вторых, в возрастном смысле, там люди моего поколения. Ну, хорошо, не моего, ну, 45+. В-третьих, там в основном жители социального центра Еревана. То есть, это, ну, относительно люди достаточно среднего и высокого образовательного центра. Почти нет провинциалов. Митинги Пашеляна отличаются кардинально от этого. И это, ну, так называемый элитный протест. То есть, ну, мы же видим, да, заявления от церкви до университета, от Академии наук, до, я не знаю, каких-то журналистов, артистов, художников и так далее. Это элитный протест. Протест его недостаточно. Он маленький по количеству. Электоральной властью, электоральной ценностью этот протест не обладает. А вот между этими двумя группами людей море такое. Основная часть, ну, мои коллеги, говоря по-научному, надо говорить широкие социальные группы, а говоря немножко менее ответственно, можно это назвать армянским народом или большая часть его. Это апатия. Это усталость. Это нежелание делать вторую революцию через три года, а вот сделали первую. И к чему это привело? Это неверие в то, что что-нибудь можно изменить. Режим Пашиняна на сегодняшний день опирается в основном не на поддержку, не на тех людей, кто его поддерживает, а на апатию. Если будет маленькая явка, то будет возможность выиграть. А маленькая явка с огромной вероятностью будет, потому что вытащить каждую условную домохозяйку, каждую молоденькую студенточку, каждого молодого человека, каждого там, я не знаю, торговца, каждого работягу и каждого, я не знаю, кого еще, на улицу чрезвычайно сложно. Потому что идеология отвергни Никола, она работает на людей, которые увлекаются политикой, которых это волнует. Вот эти самые мужчины моего возраста, да, из центра Еревана. Протесты выглядят либо как ругань, либо как университетская лекция. Ну, кто на это клюнет, да? Вот граница, наличие беженцев, ситуация с Карабахским конфликтом, минская группа, я не знаю, русские миротворцы, это то, что интересует людей, вовлеченных интересующих политикой. Каждую домохозяйку это не интересует. Давайте вспомним, на чем вылезал, пробивал эту стену Пашинян в 18-м году, на чистой воды социалки. Не будет камер и не будут брать штрафы, само собой будет регулироваться движение банки, перестанут брать деньги за кредиты, у кого-то там 50% отнимут, отдадут там всем, олигархи исчезнут, вместо них будут матери Терезы руководить крупными бизнесами, и мы все начнем лучше жить. Это то, на что вот эта самая каждая домохозяйка и каждая студентка, и каждый студент, выйдет на улицу и вышли. Теперь ситуация не та, поэтому пробить эту стену просто после того, как случилась неудача, не получилось. Я вообще не думаю, что было много для этого возможностей. Теоретически, на мой взгляд, вот эта возможность была где-нибудь между ночью с 9 до 10 числа и до, ну не знаю, вечера 10. Потом, наверное, уже не было. Но после заявления генералов опять сложно мне судить. Вряд ли она была реальна. То есть, вот этого не получается. И, кроме того, ущербно чисто отрицание. Людям не нужно говорить только, что вот это вот плохо. Людям нужно говорить, а зачем я прихожу? Я вот приду, чтобы что делать? И отнюдь я не обвиняю оппозицию. Оппозиция говорит, ну в общем, более-менее правду. Они говорят, что Пашинян это препятствие, его властью надо устранить. Это их правда. А после этого нужна долгая, тяжелая, многодесятилетняя работа. Ну в общем, да. И кого вы собираетесь вот на это соблазнить, выйти на улицу? Вот эта проблема есть, поэтому она не позволяет сделать то, что называется в науке опрокидывающими выборами. Посмотрим еще три месяца впереди. Но на сегодняшний день ситуация такова. Один из острых вопросов сегодня это вопрос военнопленных и насколько я понимаю рейтинг Пашиняна и его окружение сильно зависит от решения этого вопроса. Но можно ли ожидать, что до выборов этот вопрос как-то решится? Нет. Нельзя. У Алиева нет причин вдруг проснуться утром и вспомнить какие обещания он давал 9 ноября. Никаких причин у него для этого нет. Военные же удерживаются не случайно. Это политика Азбрянского государства. Представить себе, что там медленно по капле по 3 человека 5 человек там 2 человека или что-нибудь перед выборами в обмен на те какие-то условия которые ставят перед Пашиняном я могу. Могу. Что-нибудь такое теоретически можно представить. Хотя судя по последним событиям это вряд ли по пустому самолету например. Но представить себе что вдруг Алиев решит и жестом доброй воли отпустят всех военнопленных мне очень трудно представить. Я буду сейчас ошибиться. Некоторые эксперты в связи с этим говорят что Армения вопрос военнопленных представляет как предусловие для открытия для разблокировки коммуникации. считаете ли вы что Армения выставляет какие-то предусловия или ситуация наоборот Азербайджан может предусловие ставить? Казморение предусловие ставит Азербайджан занимается давлением на Армению. В Армении не очень много ресурсов для того чтобы отстаивать свои интересы. Я предполагаю что за закрытыми дверьми какие-то условия с армянской стороны выдвигаются и этими условиями конечно может быть возвращение военнопленных. Только я не вижу за плечами у армянских переговорщиков давайте предположим что они блестящие и вообще самые лучшие в мире. Что вот самые гениальные дипломаты самые потрясающие госчиновники и самые гениальные люди едут на эту площадку для того чтобы добиваться каких-то целей. даже давайте предположим что они действительно сражаются как львы. Только за их спинами проигранная война деморализованное общество армия потерпевшая поражение очень серьезные проблемы с безопасностью которые обеспечивает третья сторона и этого совершенно не хвата и несубстантивное государство то есть государство которое деинституционализировано действует хаотично не может по серьезному отстаивать свои интересы поэтому этих сил у нее не хватает я повторюсь я не говорю о качестве людей которые ведут переговоры которые этим занимаются предположим что они блестящие лучшие в мире все равно за Армении в нынешнем состоянии тяжело стоять для своего у нее нет ресурса в связи с открытием коммуникации и ожидаемой экспансией турецкой экономической экспансии что может противостоять противопоставить Армении вот этой экспансии тут дело даже не об экономической экспансии во-первых дьявол в деталях открытие дорог это такие красивые слова а реально там дьявол даже не в деталях он в деталищах этот дьявол никакие открытия дорог вообще Азербайджану не нужно Азербайджану нужна дорога в Турцию дорога в Турцию через юг Армении вот это все и дживан открытие дороги через Азербайджан в Россию вот это все не то что нужно Азербайджану даже не дорога в Дахичеван дорога в Турцию потому что эта дорога видится как дорога из главной части Азербайджана, из восточной части Азербайджана через Нахича автономию в Турцию. Проект этот политический, он не экономический. Дорога из Азербайджана в Турцию существует. Это Карса Халкалаки, она через Грузию, она проложена, такой был вот много лет действовавший коррупционный мешок такой, черный ящик, которая построена, по которой много раз ленточки развязали и праздничные поезда, совсем недавно в очередной раз проезжали туда-сюда, президенты отмечали, говорили, красивая стола, она не действует, там нечего возить. То, что из Азербайджана можно возить в Турцию, это нефтегаз. И газопроводы, нефтепроводы проложены, они работают, и там все прекрасно. Это проект политический. Провести по территории Армении дорогу, которая будет охраняться не армянами, и более того, в идеале для азербайджанцев этот поезд не будет там останавливаться, там 40 километров всего. Это совсем, я не очень сильно понимаю, для чего это нужно Армении экономически, ни для чего. Какие там деньги могут быть заплачены, я не знаю, по-моему, все не очень серьезно. Но отстаивать свои интересы у Армении сейчас нет, повторюсь, ни ресурсов и в общем нежелания, потому что давление, у элит, я про элиты говорю, давление оказывается довольно серьезное, оно оказывается в том числе с российской стороны. Поэтому, вроде бы, установка на то, что, ну, придется, а взамен на это, ну, что-нибудь да выпросим. Чего выпросим, что Азербайджан не может отыграть обратно, я не знаю, но в общем, в этом поле собираются власти каким-то образом играть, но, наверное, после выборов. Я не думаю, что до выборов они пойдут на это. Понимаете, Армения в советское время, армянский СССР, она была железнодорожным хабом, узлом. Из России в Турцию можно было попасть только через Армению по железной дороге. Из России в Иран нужно было попасть только через Армению. Из Азербайджана в Турцию только через Армению. Из Азербайджана в Иран только через Армению. Из Грузии, соответственно, в Турцию и в Иран можно было попасть только через Армению. Из Азербайджана в Грузию можно было попасть всего двумя железными дорогами. Одна напрямую, вторая через Армению и так далее. После распада Советского Союза Армения постепенно теряла это свое свойство. Она переставала быть хабом. Дороги ее обходили. Осталось вот это только. Если это будет проложено, то есть формально эта дорога идет по территории Армении, да, вот через Бегри. Но реально она к остальной армянской железной дороге не имеет никакого отношения. Она будет иметь отношение к Турции и к Азербайджану. Она из Армении в Армению по этой дороге ничего невозможно перевозить. А что сюда будут привозиться какие-то потрясающие товары из Азербайджана, это не ко мне. Это не очень серьезно. А можно ли сказать, что вследствие Карабахской войны Турция усилила свое присутствие в регионе и устраивает ли такое положение дел Россию? Кто усилил свою? Турцию. Усилила, конечно. О Турции в сфере экономики. Турция в нашем регионе была давно. Она очень прилично в сфере экономики представлена в Грузии. Я уже не говорю о некоторых частях Грузии, как Аджария, например, где, в общем, ее роль решающая в сфере экономики. Она очень прилично представлена в Азербайджане и наоборот Азербайджан представлены, азербайджанские деньги представлены в Турции. То есть это было. В сфере же безопасности, да, Турция вошла в наш регион. Вообще, то, что случилось в эту войну, это еще будет подвергаться изучению. Уже есть первые работы на эту тему. Разных ученых их немного, но уже что-то появляется и будет еще. В том числе вашего покорного слуги и некоторых других исследователей Зарубердова. Речь идет не об армянских ученых пока. И будет еще. И тут это очень интересно, потому что впервые в истории постсоветских конфликтов. Не постсоветский игрок, актор, вошел в постсоветский конфликт, в открытую вошел, в сфере безопасности, не экономики, не культуры, а именно безопасности. И победил. Ни в Приднестровье, ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Карабахе, ни в Таджикистане, в Карабахе до этой войны, ни в Кыргызстане. Внешних игроков, не советских, не постсоветских игроков, не было. Отчасти было в Чечне, там были исламские радикалы из арабских стран. Но это не были государственные игрокторы, это были, извиняюсь за такое выражение, гражданского общества этих стран. То есть, ну, исламские радикалы, они приезжали, какие-то организации, там деньги собирали и так далее. Государства против России в Чечне не играли вот так. Тут государство Турция вступило в этот конфликт и победило вместе с Азербайджалем. И это совершенно новая ситуация, это переворачивает реальность. Теперь на Южном Кавказе Турция, она игрок, наряду с Россией. Если раньше у Алиева, там, я не знаю, стоял дома или на работе какой-нибудь телефон, и, условно говоря, серьезным, ну, может быть, очень серьезным, да, может быть, матерным даже, звонком из России, можно было из Кремля, можно было остановить почти любую эскалацию. Но теперь телефона два. И какой из них больше и красивее, сложно сказать. Ну, вот тот, который в Ангару, он серьезный телефон теперь. Это не означает, что Россия это удовлетворяет, это не означает, что Россия с этим не имеет возможности бороться. Имеет. Турки, например, хотели быть сопредседателем Минской группы. Бультов Алиев, судя по всему, им это пообещал. Сорвалось, не дали. Турки хотели быть в составе миротворцев. Не дали. Турки хотели вот этот мониторинговый центр построить внутри Арцаха. То есть территория, которая контролировалась армянами до войны. Тоже не позволяет. И так далее. Но столкновение интересов Турции и России происходит все время. И взаимодействие тоже происходит. В России мои коллеги это называют термином такой. Изобрели. Хороший, по-моему, термин. Конкурентное сотрудничество. То есть они друг другу очень не верят, но при этом они вынуждены взаимодействовать. И у нас теперь здесь так, да, есть вот Россия, есть Турция, есть интересы и того, и другого. И эти интересы противоречат иногда другому. На ваш взгляд, насколько долговечен установившийся относительный пир в регионе? И можно ли ожидать в ближайшее время окончательного решения карабахского вопроса? Я с конца можно отвечу. Нет, нельзя ожидать окончательного решения вопроса. Странно было, если можно было ожидать окончательного быстрого решения того, что не решалось 30 лет предыдущих. Насколько долговечен мир в регионе? Нету никакого мира в регионе, он еще не установился. Относительно мира. Нету, нету, нету. Это не мир, это приостановка огня. Это договор об отсутствии стрельбы. Давайте так это назовем, да, художественно. То есть 9 ноября было заключено соглашение о прекращении огня. Не более того, не менее, но и не более. О карабахском конфликте, о гарантиях, там ни одного слова не сказано. Там сказано, стрелять не будем, и русские миротворцы будут обеспечивать эту нестрельбу. Дело в том, что вообще так устроена политика, история, как угодно. Да после войн бывают какие-нибудь конгрессы, бывают какие-нибудь договора. Вот там, не знаю, после Вестфальского, после 30-летней войны был Вестфальский мир. После Наполеоновский войн был Венский конгресс. Концерт держав это называлось. После Первой мировой войны был Версаль. После Второй мировой войны был Патзнам-Ялта. Вот воюют, меняется реальность. Потом собираются страны, которые в этом участвовали, а может и другие страны, и решают, как теперь будем жить. Вот у нас война была, поражение было. А Патзнама не было. Он вот сейчас идет. Вот сейчас пытаются определиться, а как мы будем жить дальше. И все то, о чем вы меня спрашиваете в этом контексте, будут ли дороги, возвратят ли беженцев, где будет проходить граница, какой будет статус. Это все должно быть частью вот этого самого Версаля, который происходит и будет происходить еще, я думаю, что годы. Месяцы уж 200%. Это нечто, что еще не уложилось. Вот когда это произойдет, а если я к тому моменту еще буду способен чего-то понимать, вы-то молоды, доживете. Вот тогда вы меня спросите, я, может, скажу, на что можно рассчитывать. Но на сегодняшний день у нас еще не уложилась эта реальность. Даже где какая деревня, даже где какие 100 метров, даже какие именно пограничники, где стоят, это еще не определилось. Даже в территориальном смысле. Какой режим пересечения границ, как мы ездим через Бердзор и кто ездит через Бердзор, и у кого он получает разрешение. Ничего этого пока нет. Вот пока это не устроилось, это никакой не мир. Это просто, повторюсь, приостановление стрельбы. А когда установится, вот после 1994 года, через год-другой установилось, более-менее, правила игры начали быть понятными. И так мы просуществовали эти до примерно 2011 года. А сейчас этого еще нет, поэтому рано говорить. Как вы относитесь к движению «Сильная Армения с Россией» за Новый Союз, который выступает за более глубокую интеграцию с Россией, вплоть до вступления в состав союзного государства? Я не отношусь как-то особенно к конкретным политическим организациям. У меня нет такой вот, точнее, я могу, может быть, я к этому как-то и отношусь, но публично об этом никогда не скажу. Потому что публично я говорю как специалист, а не как человек. Что же касается вообще тенденции взаимодействия с Россией, союзное государство – это специфическая форма откачивания денег из российского бюджета в бюджет белорусский. Никаким государством, конечно, союз Белоруссии и России не является. Это не одно государство, это два государства. Но на протяжении серьезного количества лет, даже десятилетий, Лукашенко, который гениальный политик по-настоящему, он использовал различные виды союзнических дискурсов для того, чтобы страну, которая в реальности не нефтяная, сделать нефтяной. Белоруссия жила на марже между ценой поставляемых ей из России нефтепродуктов. И после переработки их на двух комбинатах, перерабатывающих экспорты, уже переработанных нефтепродуктов, попросту говоря, в Европу. Вот это делалось и многое другое, но это такое основное делалось посредством вот этой вот риторики о союзном государстве. Повторить это в другом месте, в другое время и с другой географической конфигурацией невозможно. Россия не может стать Белоруссией. Белоруссия это страна, которая стоит между Европой и Россией, и через нее, особенно после украинского кризиса, проходят российско-западные всякие потоки. И Белоруссия это использовала, более того, использовала. Сейчас это все уменьшается, и чем союзное государство отличается от других форматов, например, Евразес, это большой вопрос на самом деле. На самом деле не очень сильно отличаются эти форматы. Далее, я не вижу, что Россия очень сильно заинтересована сейчас в углублении сотрудничества с постсоветскими государствами, по крайней мере, с их большинством. Явно наоборот тенденция. Россия фактически говорит, а мы теперь считать будем. Мы теперь интеграцию, за которую надо платить, интеграция стоит денег, понятно. Мы будем смотреть, готовы ли мы платить или нет, в каждом отдельном случае. Мы будем выбирать, мы будем смотреть, какая наша выгода в этом тоже. Это совсем не та ситуация, которая была в 90-х годах. И в этом контексте в России, видимо, крепнет такой вот изоляционистские какие-то тенденции. И максимум, что обычно говорят в кулуарах, конечно, не открыто там всякие там аналитики. И не только это то, что Белоруссия и Казахстан посмотрим, а все остальное тоже посмотрим, только совсем по-другому. То есть тенденции на это из России я не вижу. Но при этом усиление взаимодействия с Россией это острая необходимость для нас. В сфере безопасности это уже происходит. Вот в Арцахе физическую безопасность НКР осуществляет уже не армия НКР или армия армянская, в смысле республики Армения, а русские. В сфере экономическом это нужно все больше и больше. То есть тут нужно пытаться работать на то, чтобы улучшать каким-то образом взаимодействие с Россией. А для этого нужно субъектность наращивать. Опять же, все тоже почти везде. Александр Максович, спасибо большое за интересный интервью. Спасибо.